МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С неба на огромной скорости прямо в жерло горячего вулкана падает инопланетный корабль цилиндрической формы. Ученые до сих пор не вынесли свой вердикт. Можем ли мы считать себя единственными разумными существами на Земле? Существуют ли иные миры? И кто живет в параллельной реальности? Откуда посылают человечеству загадочные весточки? В 1966 году ВМС США проводили испытания дальней подводной связи. Все корабли были снабжены локаторами. В какой-то момент они уловили странные сигналы со дна океана, похожие на закодированные сообщения. Место, откуда слышались позывные, находится в самом глубоководном районе Атлантического океана. Глубина там достигает 8 тысяч метров. По расчетам ученых, в такой среде не может жить ни одно существо. Тем более разумное. Внизу там редкие, 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 можно сказать 0,0,0,0,0,1 тысячная по массе, вот эти живые случаи. Там открытая зона для вот этого параллельного мира. В официальных документах эта история осталась в статусе очевидная и невероятная. Хотя известно, что в 1996 году сигналы под грифом «Секретно» изучал Пентагон. А после этого, в той части Атлантики, откуда поступили таинственные сообщения, начались активные исследования. Нашли военные что-то или нет, неизвестно. Ученые считают, что параллельные цивилизации на дне океана быть не может и ссылаются на отсутствие кислорода, необходимого для жизни. Но откуда взялись мифы о русалках и морских чудищах? И почему все разумные существа должны дышать именно кислородом? В наше время существует племя, которое при опасности уходит под воду и дышит, изменяет свой метамолизм и дышит не кислородом, а азотом. Это говорит о том, что человек может приспособиться и вести себя в соответствии от тех условий, в которых необходимо прожить. В 700 метрах от восточного побережья Кубы канадские ученые обнаружили целый город подводных пирамид. Археологи Пол Вайнсвейн и Полина Залицкий при помощи робота исследовали морское дно. На полученных снимках видны четыре пирамиды, одна из которых будто сделана из цельного кристалла, а также несколько монолитных мегалитических построек. Руины лежат на глубине 700 метров. Почему исследователи находят на дне океанов старинные постройки, но не находят человеческих останков? Может потому, что жители подводной цивилизации живут как-то иначе? Существуют легенды об Атлантиде, материке, исчезнувшем в один день в результате не то землетрясения, не то падения кометы. Греческий философ Платон считал, что эта земля находилась в Атлантическом океане в районе Бермудского треугольника. Ее жители обладали сверхспособностями. Они получали информацию от высшего разума так же просто, как мы получаем сведения из окружающего мира с помощью зрения или слуха. Исходя из этого, можно предположить, что атланты не погибли, а перешли из нашего мира в мир параллельный. Они могут там спокойно жить, и они еще проживут там миллион лет, и мы их не увидим. А если у них еще такие возможности перемещаются в пространстве времени, то, извините, они просто живут здесь и здравствуют. Вполне может быть. Современный человек пока мало знает не только о нашей планете, но и о Вселенной в целом. Например, мы не можем объяснить появление в небе НЛО, хотя наблюдал их каждый третий. Вот эти аппараты, если они существуют, они существуют, я лично их видел, то, значит, у них они перемещаются не только в пространстве с такими возможностями, но и во времени. Человеческий глаз не способен уловить передвижение летающей тарелки. Они пролетают над нашими домами и дачами, но лишь в редкие моменты удается сфокусировать свое внимание на этих объектах. И вообще они здесь, я не называю их они и мы, я их не разделяю. Они часть природы, такие же, как и мы. Они здесь существуют, здоровье. Они нам не мешают, мы им тоже не мешаем. Часто людям трудно понять, летающий объект они видели или просто звезду. Но если представители других миров посещают нашу планету, то почему не хотят с нами общаться? Я думаю, нет контакта только из-за того, что у нас разная логика. И когда случаются случаи, бывает, когда люди сталкиваются с инопланетянами, то они ничего не помнят. Чаще всего это бывает как раз из-за того, что у нас нет тех интерпретаторов, которые позволяют расшифровать ту информацию, которую инопланетяне хотели бы нам предоставить. Во Вселенной существует множество параллельных миров. Но за неимением очевидных фактов, ученым приходится делать теоретические заключения даже относительно планет Солнечной системы. Она малоизучена, но вполне вероятно, что жизнь существует на наших ближайших соседних планетах, как Венера и Марс. И на данных планетах могут существовать инопланетные цивилизации, которые вполне вероятно могут, так сказать, развиваться и существовать в агрессивной среде. К примеру, даже в кислотной среде, которая для нас опасна и может нарушить наш биобаланс на нашей планете, если они вмешаются в эти существа. Вполне вероятно, что технологически они также ушли вперед на много-много сотен тысяч лет. Тысячи людей утверждают, что им удавалось встречаться лицом к лицу с представителями других цивилизаций. Некоторые даже подробно описывают внешний вид новых знакомых. В большинстве случаев рост инопланетян от 90 до 120 сантиметров. Цвет кожи серый. У них большая голова и темные глаза. По многому они похожи на нас. У них две ноги, две руки. Их внешний вид заставляет ученых склоняться к мысли о том, что когда-то они жили на Земле. Если пришельцы выглядят так же, как люди, то есть как человечки, зеленые человечки, или серые человечки, или еще как-то там двухметровые, но все равно люди. Это значит, что вполне возможно, что они наши предтечи здесь на Земле возникли. Потому что нет в ближайшем космосе и достаточно дальнем космосе аналогичной планеты, аналогичного Солнца. Свидетельством того, что на Земле когда-то жила высокоразвитая цивилизация, могут служить архитектурные постройки. Их назначение и принцип возведения до сих пор остаются загадкой для ученых. Вот мы возьмем Древний Египет. Там научили всему нас боги. То есть как раз вот эти самые так называемые инопланетяне. Им совершенно незачем сюда прилетать, обижать наших женщин, с кем-то вступать в какие-то интимные контакты. Совершенно у них не те задачи. Они вступают в контакты с мировыми лидерами, учеными. Множество гениальных ученых, художников и композиторов в свое время утверждали, что все открытия пришли им откуда-то сверху, сами собой. Вот Бах, наверное, самый лучший представитель. Он слышал эту музыку. Он ее не сочинял. Он просто слышал и записывал ее, проигрывал ее. И она запоминалась. Это был не просто композитор таких. Можно назвать Моцарта, Метховена. Есть современные композиторы, хорошие, которые пишут хорошую музыку и которые тоже таким же образом сочиняют. Это поэты, которые слышат стихи, то есть приходит муза. Вот это все существует. Землю посещают несколько инопланетных цивилизаций. Причем у каждой свои интересы. Так называемые, скажем, инопланетяне. Они делятся на белых, ну так, в кавычках, или черных. Белые инопланетяне, они пытаются, они в человеческом облике, среди людей живут, и они пытаются людей научить чему-то добрым. Есть темные инопланетяне, которые исследуют людей. Они делают над ними операции, коров там воруют. Там все же на этот случай были. Там находили, улетали коровы, там резаны. Много случаев было. И за границей у нас. Они режут, там все проверяют, и там, в общем, что-то там делают плохое. Фардер Кором хочет знать, где пойти. Элина Глазунова утверждает, что она из тех немногих людей, кто побывал в плену у инопланетной цивилизации. Это был обычный день. Женщина пришла с работы, занялась домашними делами, и через несколько часов легла спать. Ну, это где-то часов в девять, так вот, так вот, очень рано. Даже телевизор не смотрела. Утром Элина внезапно проснулась. Причину столь раннего пробуждения она не поняла. За окном было пасмурно. Небо затянуто серыми облаками. И вдруг я услышала голос. Встань и выйди в коридор. Женщина подчинилась. Вышла в коридор и оказалась перед входной дверью. Когда я открыла дверь, я оказалась на лестничной площадке многоэтажного дома, по всей видимости, и этаж довольно-таки высокий. Кроме меня, там, на этом этаже, еще молодые женщины были, ну, человек 6-7, вот так. Элина поняла, что эти женщины оказались здесь так же, как и она. На их лицах читалось недоумение. Как растрепанные, в нижнем белье незнакомые люди очутились вместе на одной лестничной клетке. Я успела с ними пообщаться, и я запомнила одну фразу. Одна из женщин сказала, сейчас начнется. Что начнется, я не поняла. Единственное, только я увидела вот так вот над собой, куполом, так вот, молочный свет, такой вот объял всех, всех вот настоящих на площадке. И я почувствовала, что поднимаемся, 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 так вот высоко поднимаемся. Элина находилась в летательном аппарате. На эту мысль ее натолкнуло ощущение полета, а также внезапно появившиеся существа, похожие на экипаж воздушного судна. Ну, где-то по два метра высокие. А так, в принципе, те же люди, но единственное, вот еще, что я заметила, у них пропорциональные черты лица такие вот, ну, как вот на картине обычно рисуют золотое сечение уже кулеонардо да Винчи. Вот так вот, таким вариантом все было. И фигуры пропорциональные, все прям интересно, прям как скульптура. Существа начали переговариваться. Создавалось впечатление, что они решают какой-то важный вопрос. Говорили они очень тихо, так что никто не мог понять, на каком языке они разговаривают. И тем более о чем. Внезапно Элина оказалась в пустой комнате. Как она там очутилась и куда подевались остальные, женщина объяснить не может. Вместе с ней в закрытом помещении были пилоты инопланетного корабля. Они подошли к Элине и указали на огромный монитор, на котором транслировалось видео о стихийных бедствиях. Спустя минуту Элина поняла, что эти события происходят на нашей планете. Инопланетяне, естественно, знают о том, что с нами здесь будет. Видимо, аж все это запрограммировано где-то свыше. Может быть, это действительно какой-то инопланетный эксперимент. Мы и вот все, что существует здесь. Показывали будущее. Будущее очень неприглядное. Катастрофы, катаклизмы. Но единственное, что они сказали, инопланетяне, что особо такого вот страшного, глобального, что о чем говорят, конец света, этого не будет. Теперь Элина знала, что самые сильные катаклизмы ждут Японию, Америку, Австралию и Англию. Женщина не помнит, исследовали ее представители внеземной цивилизации или нет. Ей казалось, что она пробыла в летательном аппарате несколько часов. Зачем инопланетяне похищают людей? После путешествий в инопланетных кораблях остаются лишь обрывочные воспоминания и споры исследователей о достоверности этих историй. По нашим вот этим количественным характеристикам вот этих всех очевидцев и их данных, инопланетяне вообще-то не делают ничего плохого. Судя по их возможностям, они могут тут вообще все разнести. Мнения исследователей сходятся в одном. Инопланетные цивилизации не собираются нас уничтожать. Наоборот, благодаря пришельцам люди открывают для себя больше возможностей, знаний и талантов. Человек начинает интеллектуально развитие быть. Раз. Он получает способность рисовать два этого учения в участии людей. Получает какую-то способность чувствительности большой. Потом у него работает мозг на уровень больше интеллектуальный. И там еще некоторые возможности есть. Например, некоторые видят ауру, некоторые слышат голосомыслей. Это есть такое вещь. То есть при контакте с этими так называемыми инопланетянами человек каким-то образом получает дополнительные свои собственные способности. Исследователи уверены, появление НЛО в небе происходит не хаотично. Чтобы попасть в наш мир, они, скорее всего, используют определенные коридоры, соединяющие галактики. Входы в эти пространственно-временные тоннели находятся в зонах повышенной энергии. Я думаю, что НЛО появляется в тех местах, где есть реально энергетические разломы в нашей планете. Я знаю, например, такое место Корабиела в Крыму. Там плата, которая находится на расстоянии где-то 12 километров от моря и на высоте 1100 метров. Неопознанные летающие объекты появляются там приблизительно 2-3 раза в месяц. Местные жители к этому уже давно привыкли. И всегда они появляются над серединой этого платы в одном и том же месте. И когда геологи исследовали эту плату, то они понимают, что карстовое образование, там очень много пустых пород, очень много пещер. И когда мы ходили по этому плату и уже исследовали эту плату с точки зрения именно энергетики, энергетики человека, то мы понимаем, там совершенно по-другому находятся энергетические потоки. НЛО всегда появляются в местах, которые называют аномальными зонами. Объяснить их происхождение не может никто из ученых. Одни связывают их появление с разломами земной коры, другие считают всему виной повышенный фон радиоактивных излучений. Третьи уверены, природные аномалии появляются там, где возникают порталы в параллельные миры. Какова бы ни была первопричина, влияние аномальной зоны на окружающий мир всегда одинаково. Люди испытывают странные ощущения в теле, слышат звуки, которые не могут объяснить, и даже растения там необычной формы. Есть некая закономерность. Действительно, планета Земля, она как бы включается в определенные моменты, она ярко начинает проявлять себя в определенных зонах, так называемых аномальных зонах. Именно эти зоны и привлекают инопланетян. Возможно, они знают о планете больше, чем мы. Земля хранит множество загадок. Существуют целые подземные цивилизации, которые живут параллельно с нашей. Недаром, допустим, в Скандинавии люди верят в троллей, и в других, в гномов, и в других представителей маленького неопровержимые свидетельства того, что в прошлом существовали люди маленького роста, так же, как и гигантского. Вполне возможно, они живут до сих пор. Люди там же на севере с ними общаются, можно сказать, их видят, но, во всяком случае, они приносят одежду для них, и одежда исчезает, и считается, что гномы и тролли ее носят, и поэтому не трогают хозяина той земли юридического, который на ней живет, и что-то там занимается. Археологи то и дело встречают под землей громадные пустоты, и, по их словам, там достаточно комфортные условия для жизни. В подземном мире находится множество тоннелей, связанных между собой. Эти факты можно считать доказательством существования под землей другого мира. в Южной Америке, в Перу, в районе восточных кордельер располагается холодная пещера, которая с древних времен пользуется у местных индейцев дурной славой. Легенда гласит, что пещера является местом жительства седовласого старца. Он убивает каждого, кто посмеет войти в его покои. Глубина пещеры до сих пор неизвестна, ведь максимальное расстояние, которое удавалось пройти от входа, 20 метров. Те, кто спускались дальше, бесследно пропадали. Вот это реально такой вход в другое измерение. И когда человек туда приближается, он понимает, что с ним начинает что-то происходить. И иногда наши страхи, они не пускают дойти до определенного как бы вот момента, потому что непонятно, что с тобой реально произойдет именно с твоим физическим телом. В начале 20 века британская экспедиция исследовала загадочную пещеру. Перед входом люди разделились. Одни спустились в пещеру, а другие остались дожидаться снаружи. Назад из пещеры никто не вернулся. Растерянные члены экспедиции организовали поиски пропавших. Спустя двое суток им удалось найти тело одного из своих коллег. Решено было еще раз досконально обследовать пещеру. Нашли еще 30 человеческих скелетов. При детальном изучении останков выяснилось, что все умерли насильственной смертью. В 1960 году в этой же пещере пропала группа немецких спелеологов. А в 1985 бесследно исчезли три чилийских туриста. то как бы здесь мы расплавляемся и переходим полностью туда. Не факт, что мы потом можем вернуться сюда обратно, потому что может быть не все процессы обратимы. И может быть уже если человек туда себе перебросил, он просто уже не хочет сюда вернуться. Поэтому я считаю, что это возможно. Множество таинственных подземелий находят в окрестности священного города Инка в Куско. В 1952 году группа исследователей из Франции и США спустилась в одно из них. Экспедиция была рассчитана на пять дней, но только через две недели оттуда выбрался единственный оставшийся в живых. Он находился в крайне истощенном состоянии, почти ничего не помнил и был болен бубонной чумой. Мужчина успел рассказать о невиданных драгоценностях, которые хранятся в глубине пещеры. Понимая, что вряд ли в его рассказ поверят, он прихватил с собой слиток золота, вырезанный в виде кукурузного початка. Сейчас этот початок находится в музее города Лима. Слухи о том, что в подземельях под Куско есть золото, распространились мгновенно. И сотни людей устремились на поиски кладов. В течение нескольких месяцев в пещерах без вести пропали свыше двухсот человек. А те немногие, что выбрались на поверхность, вместо золота приносили чуму. Обеспокоенные эпидемии власти Перу наложили запрет на проникновение в пещеры, а входы в них замуровали. Таинственные пещеры есть и в России. В некоторых из них выстроены целые подземные города со своими домами. Недавно на Кавказе нашли ледяную пещеру. Когда-то в ней жили, ведь спелеологи обнаружили подо льдом развалины древних домов. Каменные блоки весили по шестьсот дом. Три кирпича так соединены по углу, точно 120 градусов, три кирпича. И потом там выложен домик такой внизу, высотой 50 метров, и тоже там кирпичики такие маленькие, 20 на 30 на 3 метра. Это по шестьсот примерно тонн один кирпич. Это под землей кто-то там их туда затаскал и укладывал стены. Понятно, что это тигновенная вещь. Вероятно, там существует подземный мир. Кем был построен этот подземный город? Ученые утверждают, что пространственно-временные рамки под землей искажены, равно, как и в космосе. Доказательством являются рассказы очевидцев, побывавших в глубоких подземельях. Они утверждают, что под землей меняется сознание. Знаете как, это все равно, что напиться водки. Там много-много водки, и быть пьяным. Конечно, и у пьяного человека меняется сознание. Так и здесь, когда происходит такая у человека передозировка вот этой силы, то у него может меняться сознание. Не время течет по-другому, а он его так воспринимает. Зафиксирован факт. Люди, блуждавшие в подземелье неделю, утверждали, что находились там не больше часа. Я даже знаю примеры из жизни моих знакомых, которые спускались в метро опять же под землю, и выходили оттуда через трое суток. Хотя они прекрасно вот по их ощущениям, они вошли и ехали ровно столько до места назначения, сколько они обычно едут. Максимум 40 минут. Возможно, подобные истории связаны с тем, что человек оказывается в параллельном мире, где время течет иначе. Портал в иные миры может находиться где угодно. И попав в него на долю секунды, можно исчезнуть навсегда. Те, кому повезло, возвращаются домой спустя сутки, недели, а порой и месяцы. Знаю прекрасно этих людей, да, они примерные семьянины, да, не пьяницы, да, то есть заподозрить их во вранье, ну, просто невозможно с моей точки зрения, да, ну, вот так получается. Где именно пропадают люди? Во время входа в метро или выхода, а может быть, в толпе? Гадать можно бесконечно. И это не единственная тайна, которую хранит метрополитен. Многие исследователи усматривают в станциях московского метро сакральный смысл. Например, они считают, что станция метро имеет в своем прообразе некие храмы. Например, метро Кропоцинское очень похоже на древнеегипетский храм ОМОНа в Карнаке. Метро Октябрьское практически в своем торце имеет алтарь с царскими воротами. Например, в росписях свода станции метро Новокузнецкое в Москве находятся мозаики, которые похожи на мозаики римских гробниц. Кто и зачем внес сакральный смысл во внешний вид станции метро? Может быть, это было сделано специально, может быть, для того, чтобы уравновесить каким-то образом те силы, которые обитают там глубоко под землей. Исследователи говорят о существовании нескольких подземных цивилизаций. К ним относят гномов, полубогов, разумных существ в виде монстров и даже призраков. Мы четко на тепловизоре сфотографировали фантом человека. То есть, человек наклонился и 20 секунд сзади был четко его силуэт. Кто знает, профессионалы, что тепловизор не фотографирует и не уйдет. Свет не распринимает. А воспринимает только теплом. Поэтому такие вещи, они существуют в природе. Их не стоит бояться. Их нужно изучать. Подземелье называют царством нечистой силой. Поэтому многие нации не приемлют метро. Для них это нечто другое, нежели средство передвижения. Люди некоторых вероисповеданий, например, абсолютно считают для себя невозможным спускаться вниз под землю. Так как, спустившись в метро, они будут во власти темных сил и вырваться оттуда. Им, может быть, не предстоит возможным. Интернет полон видеороликов, снятых пассажирами под землю. Одни видят призраков людей или животных. Другие фантомные поезда. Почему метрополитен кишит призраками? Может быть, люди нарушают чье-то спокойствие? Ну да, как правило, еще тысячелетия уже, из тысячелетних поверий люди всегда боятся находиться под землей. Потому что действительно там почему-то, ну, во-первых, мы хороним всех людей в землю, да, и как бы вот какая-то есть то ли страх, то ли опасность спускаться именно под землю, что действительно еще несколько тысяч лет назад уже люди знали, что под землей живет нечистая сила и что там очень опасно оставаться. Часто техника при появлении призраков выходит из строя, а людей со слабой психикой подземка может подтолкнуть даже к самоубийству. Очень часто в метро происходят какие-то непонятные случаи, допустим, просто поезд может идти и остановиться. Допустим, почему-то там вот я сам совершенно три дня назад спустился в метро и поезд просто взял и остановился. Объяснение в этом вроде электричества питания кончилось, но злые нечистые силы вот эти привидения и духи они могут иногда влиять просто на электропитание, на электроприборы и поэтому вот происходят такие вот всякие, как говорится, несчастные случаи в метро. Свойства появляться из-под земли. Чтобы перемещаться в пространстве им нужна энергия. Как правило, они черпают ее от людей. Поэтому лучше стараться не посещать подземелье. Есть места, где сама земля дает возможность сущностям выйти на поверхность. В точках повышенного электромагнитного фона происходят выбросы энергии. Той самой, которая необходима существам из параллельного мира, чтобы обрести силу и появиться среди нас. Специалисты советуют держаться подальше от любых электромагнитных излучений. Естественно, это все влияет на здоровье. Даже вот мы ходим по земле, да, они подозреваем порой, что под нами находятся, например, какие-то разлома горных пород. Тоже идет излучение. Что касается излучения естественного характера, то здесь человек, собственно, практически ничего не может сделать. Находиться в аномальных зонах опасно не только для здоровья, но и для жизни. Сущности из параллельных миров могут прицепиться к человеку. В религиозных учениях это называется вселение бясов. они питаются энергией людей. Только так у них есть возможность остаться в нашем мире. Чтобы войти в контакт с параллельным миром, человек должен обладать сильной энергетикой. Тот дар, который я получила от Бога, именно Господь дал мне вот эти силы войти в этот параллельный мир, увидеть его, подключиться к светлым силам и, пользуясь этой энергией, приносить людям добро. К Ларисе Алонсовой приходят с разными диагнозами, но, как правило, причина заболевания одна. Пребывание в местах с повышенным электромагнитным фоном, там, где могут появляться сущности из иных миров. Я знаю, как это внедряется внутрь. Я могу доказать только результатами, но я знаю истину в этом, что внедряясь в человека, вот эта черная масса, она начинает творить зло, в зависимости от того, на что она направлена. Самого первого своего пациента Лариса увидела во сне. Это был какой-то военный начальник. Он заходит ко мне и я ему так с порога говорю, у вас, говорю, я за желудка такой вот тяжелой формы, вы приехали издалека, вы начальник, говорю, и на вас именно вот такое, говорю, отрицательное воздействие по поводу вашей работы. Он, знаете, вот он как стоял, он так как бы вот чуть и не сел. Вот этот первый запоминающий пациент мой, который с результатами ко мне приехал. Вещи и сны Ларисы снятся с детства. Она говорит, что жила двойной жизнью. Одна протекала во сне, другая наяву. Во сне Лариса посещала иные миры, общалась с представителями других цивилизаций. Раньше я все всем рассказывала, то есть я вот могла сказать, что существует, вот прилетают, есть вот другие миры. И когда я была ребенком, мне говорили, фантазерка, то есть на меня реагировали очень спокойно. Лариса никогда никому не рассказывала о своих снах и видениях. Для нее это был период накопления знаний. Однажды к Ларисе обратился мужчина, дочь которого нашла старинную книгу и принесла ее в дом. История этой книги неизвестна, но вместе с ней в дом вошло множество сущностей. Глава администрации там был, и батюшка приходил освещал, и уфологи были, то есть ничего не могло помочь тогда. И вот врач Евгений, я помню его имя, он пришел ко мне и сказал, Лариса, можете как-то помочь? Но так как я человек верующий, я знаю, откуда это все идет. И родилась я на святых местах, то есть в своем лечении я использую святую воду, все вот это у меня есть. Я помолила Господа Бога, попросила, зарядила ему это все. Святая вода сотворила чудо, исчезли призраки и семья зажила обычной жизнью. А Лариса поступила в университет, получила диплом химико-биолога. Позже выучилась на акушера-гинеколога и стала лечить бесплодие. Лариса считает, что во многих случаях причина бесплодия это влияние негативной энергии, которая приходит из параллельных измерений. Люди, которые занимаются изучением мест аномальной активности, очень сильно рискуют, когда находятся в таких местах. Я вот лично был свидетелем, когда очень чувствительную девушку привели в такую аномальную зону и просто поставили, вот сказали, вот здесь самое сильное негативное место. Вот поставили ее, буквально через три секунды она упала в обморок. Официальная наука считает, что призраки это плод воображения людей. Но исследования доказывают, что они существуют и попадают к нам через порталы, так называемые двери в параллельные миры. Ну, почему возникают энергетические порталы на Земле, мы не знаем. Это вопрос, как говорится, закрыт и для эзотериков, и для ученых. Мы знаем, что они есть. Мы видим много фактов их существования, начиная от самых больших, допустим, пирамид, бермудских треугольников, там, артефакты, и кончая, допустим, крокодилово озеро в Африке, которое там какое-то имеет очень таких мелких энергетических центров, где живут тоже очень многих существ, люди боятся этого озера, и там происходят всякие чудеса. Белый дом по числу привидений может соперничать с древними английскими замками. Главный призрак Белого дома Авраам Линкольн, 16-й президент США. Он стал появляться здесь после своей гибели в 1865 году. Обычно его видят у окна в овальном кабинете. Больше всего призрак Линкольна терроризировал обитателей Белого дома во времена правления Рузвельта. С чем это связано американская общественность объяснить не может. Второй не менее экстравагантный призрак президент Эндрю Джексон. Он был неравнодушен к женскому полу и после смерти остался таким же. Его призрак является молодым секретаршем или горничным. Когда из комнаты где стоит фортепиано по всему Белому дому доносятся звуки музыки и мелодии пятидесятых это значит появился призрак президента Гарри Трумэна. Он обожал играть на пианино. Самым страшным привидением Белого дома по праву считается демонический кот. Сначала он показывается перед человеком в виде милого безобидного котенка, но если подойти к нему ближе, он вырастает в громадное рычащее чудовище. По свидетельствам очевидцев кот чаще всего появляется перед каким-нибудь бедствием национального масштаба. Так его видели накануне финансового кризиса 1929 года, который привел к Великой депрессии и перед убийством Джона Кеннеди. В московском Кремле тоже есть предвестник бедствий и катаклизмов призрак Ивана Грозного. Говорят, появившись на коронации Николая Второго, он хотел предупредить о революции и гражданской войне. Перед началом Второй мировой войны призрак Грозного являлся Сталину. Вполне возможно, что призраки там появляются в силу самой энергетики, хотя я это слово не люблю, места, то есть камня, из которого сделан то или иное здание, той земли, на котором она стоит, может быть это аномальная зона какая-нибудь. То есть место обязательно должно быть с историей. Боровицкий холм, где сейчас располагается Кремль, в древние времена назывался Ведьминой горой. И на нем находилось языческое капище. Холм лежит на месте сильного разлома земной коры, проходящего под Красной площадью. Именно здесь переплетаются два мира живых и мертвых. Еще одно место, известное своими призраками, это Болотная площадь в Москве. Болотная площадь исторически называется так, потому что здесь находилось место водоема, которое было заросшим тиной. Далее здесь образовался некий остров, на котором происходили публичные казни, происходили кулацкие бои, также здесь были бойни и грызня, волки и собаки дрались на этой площади, то есть такая небольшая негативная история, некие ярости, страсти кипели на этой площади. последняя казнь на Болотной площади состоялась 10 января 1775 года. Казнили Емельяна Пугачева. Говорят, что его неупокоенная душа до сих пор бродит по Болотной. В 17-16 веках для того, чтобы проехать мимо Болотной площади, это было самое дорогое место, чтобы расплатиться с конихом. Почему? По воске, когда везли рядом людей мимо Болотной площади останавливались, потому что кони почему-то не хотели ехать дальше, они вставали на дыбы, и таким образом приходилось применять некие целые процедуры, некие ритуалы, чтобы этого коня заставить продолжать свое движение. Люди чувствуют негативную энергию и стараются обходить это место стороной. Отрицательная энергия скапливалась и превратилась в плохое энергетическое место Москвы. Москва. Обычно люди воспринимают жителей параллельного мира как бестелесных существ, которых трудно увидеть. Но иногда они могут принимать человеческий облик и являться к нам в виде умерших близких, чтобы предупредить об опасности или сообщить важную информацию. Алиса Белокрылова считает, что к ней являлась душа ее погибшего отца. Однажды девушка почувствовала себя нехорошо. Боли в животе не давали покоя, но она терпела, надеясь, что все пройдет само собой. У меня просто не перед этим днем, в этот день утром заболел живот внизу. Но я подумала, поболит и перестанет, решила потерпеть. Потом к вечеру сильно очень начал болеть живот. Я легла, а мама сказала, что лучше скорую вызвать. Она вызвала скорую, и вот пока ждали скорую, мама собирала мне вещи, потому что в любом случае я явно вызвала в больницу. и я ждала врача. Алиса задремала, а когда проснулась, то увидела своего отца. Он сидел около кровати. Сначала Алиса испугалась, ведь ее отец погиб давно, во время войны в Югославии. На секунду она подумала, что тоже умерла. И эта встреча происходит в потустороннем мире. Потом он, когда взял меня за руку, сказал, что все, все нормально, и все, мне как-то спокойно стало, я улыбнулась, закрыла опять глаза, как бы успокоилась. Через несколько минут приехала скорая. мне врачи сказали, что меня вовремя привезли, что 20 минут и все, меня бы не спасли просто-напросто. Разрезали на аппендикс сначала, посмотрели, потому что врач посмотрел, говорит, похоже на аппендицит, на перитонит. Разрезали аппендицит чистый. Разрезали здесь, а кровь в лишнюю полость пошла, и киста разорвалась, то, что, и все. Алисе сделали успешную операцию. Проснувшись после наркоза, она вновь вспомнила встречу с отцом в мельчайших подробностях. Девушка уверена, что душа отца просто не могла не прийти в момент, когда его дочь была между жизнью и смертью. Ну, он как живой человек был. Одежда, вот я не вспомню, я помню только лицо и руки. Руки прохладные такие. Много были. но лицо, как вот в последний раз я его помню, штриженный, темный. С тех пор Алиса верит в иные миры и точно знает, что откуда-то издалека, куда нам вход воспрещен, за ней наблюдает отец. Чаще всего существа из параллельного мира появляются в местах скопления негативной энергии, известных многочисленными трагедиями и людскими страданиями. Известный дом на набережной напротив храма Христа мы все знаем. В 30-х годах там происходило очень много репрессий, очень многие люди были расстреляны без суда и следствия. В конце 20-х годов прошлого столетия на Берсеневской набережной Москвы-реки стали возводить, если говорить современным языком, элитный дом. Предполагалось, что в нем будет жить политическое руководство страны. Мало того, что пришлось снести еще бывший соляновинный завод, также здесь стояла церковь, около которого было старинное кладбище, и это старинное кладбище тоже практически было снесено, и на этих костях был воздвигнут элитарный дом для политической элиты. Дом отлично обустроили. Здесь были собственный кинотеатр, прачечная, дешевая столовая, детский садик, у каждого жильца была горничная. По проекту дом десятиэтажный, двенадцати подъездный. Однако, когда проходила инвентаризация, жители не досчитались одного подъезда, одиннадцатого. Когда же убрали одиннадцатый подъезд и соединили десятый с двенадцатым, пришлось перепроектировать, квартиры десятого и одиннадцатого соединили, но остается загадкой, что же произошло тогда с лестницами, дополнительными лифтами, а не только с квадратными метрами квартиры. Вот это остается загадкой. Куда ушли эти метры? Есть предположение, что в квартирах существовали тайные ходы. Практически каждый третий жилец этого дома был репрессирован, но никто и никогда не видел, как их арестовывали. Есть предположение, что в эти тайные ходы проникали агенты через мусоропровод. Когда же человека арестовывали, так как арестовывали на основании того, что подслушивали постоянно его квартиру, был уже составлен акт, человека арестовывали, человека через мусоропровод сопровождали вниз на минус третий этаж, там уже ждала вагонетка, в эту вагонетку сажали человека, и специально проложенные рельсы уже провозили человека прямо на Лубянку. Многие жильцы дома на набережной сводили счеты с жизнью. Возможно, поэтому с тех времен там бродят призраки. Эти квартиры принадлежали разным людям, но изгнать непонятных существ никому не удавалось. Самый известный призрак мрачного дома – дочь Командарма. Рассказывают, что родители и девушки арестовали днем на работе. Вечером за ней в квартиру приехали сотрудники НКВД. Девушка заявила, что никого не впустят, а первого, кто решится войти в дверь, застрелит. Тогда было принято решение наглухо забить вход, отключить свет, воду и телефон. Почти неделю девушка звала на помощь, но соседи делали вид, что не слышат, ведь помочь означало разделить ее участь. Девушка умерла. С тех пор по ночам призрак в облике девушки можно встретить на набережной рядом с театром эстрады. И очень много свидетельств о том, что вот эти люди, души этих убиенных людей вернулись в свои квартиры, дома, вот в этот дом на набережной и сейчас живут там. И поэтому там не очень приятные ощущения от жизни в этом доме, потому что они являются сейчас привидениями и живут в воздушных вот во всяких там чердаках, значит, как это называется, эти воздушные отводы, переходят из одной квартиры в другую, гуляют, мешают людям, лишают их сна. Нужно ли искать контакт с существами из параллельных миров? Лезть в чужой мир так же, как и пускать в свой опасно? Ведь наш мозг и наше сознание не готовы воспринять истину и увидеть то, что скрыто от человеческих глаз. не так давно мексиканская телекомпания обнародовала необычное видео. Заснять падение НЛО удалось благодаря камерам, которые были установлены у вулкана по Покотепетлю. Ученые вели за ним сезонное наблюдение. На этих кадрах отчетливо видно, как с неба на огромной скорости прямо в жерло горячего вулкана падает инопланетный корабль цилиндрической формы. Ученые до сих пор не вынесли свой вердикт. Можем ли мы считать себя единственными разумными существами на Земле? Существуют ли иные миры? И кто живет в параллельной реальности? Откуда посылают человечеству загадочные весточки? В 1966 году ВМС США проводили испытания дальней подводной связи. Все корабли были снабжены локаторами. В какой-то момент они уловили странные сигналы со дна океана похожие на закодированные сообщения. Место, откуда слышались позывные, находится в самом глубоководном районе Атлантического океана. Глубина там достигает 8000 метров. По расчетам ученых, в такой среде не может жить ни одно существо. Тем более разумное. Внизу там редкие, 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 можно сказать, 0,001 тысячная по массе вот эти живые случаи. Там открытая зона для вот этого параллельного мира. В официальных документах эта история осталась в статусе очевидная и невероятная. Хотя известно, что в 1996 году сигналы под грифом секретно изучал Пентагон. А после этого в той части Атлантики откуда поступили таинственные сообщения начались активные исследования. Нашли военные что-то или нет неизвестно. Ученые считают, что параллельной цивилизации на дне океана быть не может и ссылаются на отсутствие кислорода необходимого для жизни. Но откуда взялись мифы о русалках и морских чудищах и почему все разумные существа должны дышать именно кислородом? В наше время существует племя которое при опасности оно уходит под воду и дышит изменяет свой метамолизм и дышит не кислородом а азотом. Это говорит о том что человек может приспособиться и вести себя как бы в соответствии от тех условий в которых необходимо прожить. в 700 метрах от восточного побережья Кубы канадские ученые обнаружили целый город подводных пирамид. Археологи пол вавления в небе НЛО хотя наблюдал их каждый третий. Вот эти аппараты если они существуют я лично их видел то значит у них они перемещаются не только в пространстве с такими возможностями но и во времени. Человеческий глаз не способен уловить передвижение летающей тарелки они пролетают над нашими домами и дачами но лишь в редкие моменты удается сфокусировать свое внимание на этих объектах И вообще они здесь я не называю их они и мы я их не разделяю они часть природы такие же как и мы они здесь существуют здоровья они нам не мешают мы им тоже не мешаем Часто людям трудно понять летающий объект они видели или просто звезду но если представители других миров посещают нашу планету то почему не хотят с нами общаться Я думаю нет контакта только из-за того что у нас разная логика и когда случаются случаи бывает когда люди сталкиваются с инопланетянами то они ничего не помнят чаще всего это бывает как раз из-за того что у нас нет тех интерпретаторов которые позволяют расшифровать ту информацию которую инопланетяне хотели бы нам предоставить во вселенной существует множество параллельных миров но за неимением очевидных фактов ученым приходится делать теоретические заключения даже относительно планет солнечной системы она малоизучена но вполне вероятно что жизнь существует на наших ближайших соседних планетах как Венера и Марс и на данных планетах могут существовать инопланетные цивилизации которые вполне вероятно могут так сказать развиваться и существовать в агрессивной среде к примеру даже кислотной среде которая для нас она опасна и может нарушить наш биобаланс на нашей планете если они вмешаются эти существа вполне вероятно что технологически они так же ушли вперед на много-много сотен тысяч лет тысячи людей утверждают что им удавалось встречаться лицом к лицу с представителями других цивилизаций некоторые даже подробно описывают внешний вид новых знакомых в большинстве случаев рост инопланетян от 90 до 120 сантиметров цвет кожи серый у них большая голова и темные глаза во многом они похожи на нас у них две ноги две руки их внешний вид заставляет ученых склоняться к мысли о том что когда-то они жили на земле если пришельцы выглядят так же как люди то есть человечки зеленые человечки или серые человечки или еще как-то двухметровые но все равно люди это значит что вполне возможно что они наши или предтечи здесь на земле возникли потому что нету в ближайшем космосе и достаточно дальнем космосе и полина залицки при помощи робота исследовали морское дно на полученных снимках видны четыре пирамиды одна из которых будто сделана из цельного кристалла а также несколько монолитных мегалитических построек руины лежат на глубине 700 метров почему исследователи находят на дне океанов старинные постройки но не находят человеческих останков может потому что жители подводной цивилизации живут как-то иначе существуют легенды об атлантиде материке исчезнувшем в один день в результате не то землетрясения не то падения кометы греческий философ платон считал что эта земля находилась в атлантическом океане в районе бермудского треугольника ее жители обладали сверхспособностями они получали информацию от высшего разума так же просто как мы получаем сведения из окружающего мира с помощью зрения или слуха исходя из этого можно предположить что атланты не погибли а перешли из нашего мира в мир параллельный они могут там спокойно жить и они еще проживут там миллион лет и мы их не увидим а если у них еще такие возможности перемещаются в пространстве времени то извините они просто живут здесь и здравствуют вполне может быть современный человек пока мало знает не только о нашей планете но и о вселенной в целом например мы не можем объяснить пояснение